Сегодняшний мой разговор про отжимания на брусьях, потому что это очень спорный такой момент. Многие видео и вообще многие тренеры на ютубе и еще где-то постоянно говорят, что есть разные виды и какие-то из них очень травмоопасны, а какие-то вот безопасны. Например, есть такое мнение, что глубокие отжимания на брусьях очень травмоопасны и их лучше делать не нужно. И соответственно у меня возник вопрос, а как это определенный вид отжиманий будет отзываться на моем теле, какие у меня будут при этом ощущения, при каких отжиманиях я буду чувствовать больше эффект. Когда я говорю эффект, это значит, что я буду чувствовать, что мои мышцы больше реагируют, то есть они становятся сильнее, они становятся больше, они становятся выносливее. Вот этот вот эффект мне нужен, когда я занимаюсь каким-либо упражнением, да? И соответственно сейчас попробую в этом разобраться. Я длительное достаточно время отжимался разными типами отжиманий и пришел к тому, что вот самый для меня, по крайней мере, подходящий, я напомню, что я высокий сравнительно, да? То есть у меня метр девяносто пять, метр девяносто четыре рост, вот, смотря как выпрямлюсь, да? И вес около девяносто, но при этом я все-таки пришел к тому, что очень глубокие, максимально глубокие отжимания на брусьях для меня самые эффективные. При этом очень сильно растягиваются грудные мышцы, и после отжиманий таким способом, во-первых, я чувствую прям, как они работают, да? И во-вторых, эффект, ну, то есть мышцы грудные явно растут. То есть до того, как я делал только отжимания от пола, или, например, жим когда-то давно лежа штанги от груди, эффект у меня был не такой большой. Вот, это конкретно про себя я говорю, у кого-то может быть по-другому. Вот, теперь, что касается расставлять локти в стороны или же держать их близко к туловичу, да? Здесь тоже расходится мнение, так скажем, у специалистов, но для себя лично я вот понял, что мне нравятся позиции, когда локти чуть ближе к корпусу. Не прям в притычку, да, а чуть-чуть как бы отставлено, но совсем чуть-чуть, то есть совсем в сторону. Мне неудобно делать, у меня появляются ощущения в плечах, но, опять же, повторюсь, возможно, это только мои ощущения. И потом особой разницы в растяжении мышц именно грудных я не почувствовал, когда отводил совсем локти или близко, да? А вот в работе трицепса почувствовал очень большую разницу. То есть, когда локти чуть ближе к телу, то трицепс работает, на мой взгляд, эффективнее, да? Но, опять же, это не значит, что я прижимаю локти прям впритык. Где-то промежуточная позиция, да? Теперь очень важный момент, который я понял и который работает на спину конкретно при отжиманиях, да? Ну и, соответственно, подключаются более большие, так скажем, группы мышц, да? Именно на спине. Это когда вы в верхней точке прожимаетесь. Ну, буду говорить про себя, да, когда я в верхней точке прожимаюсь. То есть, есть вариант, когда вы просто работаете руками и грудью, да? Но при этом лопатки как бы не разводите при прожиме и грудь не сжимаете. Но если вы делаете отжимания, я делаю отжимания, довожу до конца, выпрямляю руки, а потом еще как бы лопатками дожимаю, то вот здесь происходит работа намного эффективнее. В итоге я пришел к тому, что делаю я отжимания, во-первых, очень глубокие, не без рывков. Ноги при этом я стараюсь сзади не скрещивать, да, как обычно делают. То есть, просто скрестил внизу как бы и все. Нет, я их либо вытягиваю вперед, либо вытягиваю назад, выпрямляю. В таком положении при напряжении корпуса намного эффективнее я чувствую свои мышцы, да? Вот, потому что когда корпус внизу расслабленный, получается, ну, уменьшенный эффект, так скажем, да, мышцы меньше. Именно стабилизаторы, может, какие-то я вот не могу точно сказать, но я чувствую, что эффект лучше, да? И, соответственно, в крайней верхней точке я прожимаю. Пытаюсь сделать, знаете, это какая-то девушка, сведение гантелями, да, лежа, разводка еще называют. Вот так вот в конце прожимаешь как бы грудь. Здесь такая же история, стараешься прожать грудь вот так вот в самом конце. И, соответственно, это, ну, я не знаю, плюс 50 очков дополнительных дает, да, в эффекте. Вот, также есть еще так называемые дипсы, по-моему, если я не ошибаюсь, да, то есть, когда вы на одной перекладине отжимаетесь к груди и вниз, да, это тоже эффективное упражнение, но я его использую в другой связке, да, когда тренирую выходы силой. Вот там оно очень эффективно работает. Вот. Что еще хотел сказать? Ну, в принципе, наверное, про отжимания на брусьях, а, ну, по количеству повторов и сетов, да, я делаю вот таких вот глубоких отжиманий, примерно 7-8 сетов, то есть, подходов, по 5-6 раз медленно, очень стараюсь прочувствовать мышцы все, то есть, не спеша, без рывков, и получается перерыв между сетами где-то по секунд 30-40, где-то так. После тренировки, ну, чувствительность очень хорошая, то есть, я понимаю, что я потренировался. В том числе, еще, кстати, я здесь не покажу, но я еще иногда практикую отжимания на брусьях с дополнительным весом. Вот. Бывает, у меня доходило до плюс 40 килограмм, но больше я как бы не делаю. С плюс 40 я делал где-то на 6 повторений, но после этого локти все-таки чуть-чуть побаливают, поэтому я стараюсь делать именно медленно и глубоко, с прожиманием, с собственным весом. Могу добавить килограмм 8, там, 12, да, но это, наверное, я считаю максимум для жима. Ну, по крайней мере, я не стремлюсь какие-то рекорды именно в отжиманиях на брусьях поставить, поэтому, наверное, так. Надеюсь, что информация была полезна. Соответственно, как говорят с вас, лайк, подписка, там, комментарий. Всего вам хорошего и мне всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok